и друзья ты давайте поисследуем очередных обманщиков бандитов которые под крылом государства бандитского действует это как я понимаю ну какая форма микрофинансовая организация наверно или вообще не микрофинансовая раскидывают по ящикам попадаются в основном пенсионеры либо доверчивые люди все понимает сейчас банки банкротится и деньги не выдают даже крупные и нежпромбанк банкрот но даже государственные многие банки банкротами естественно понимаете фирмы небольшие более такие это вообще не банк ничего не не лицензии ничего нет пишет доход 24 процента то есть по идее он может взять кредит сбербанке под 14 процентов положить сюда человека 10 процентов еще за год получить ясно вы понимаете что такого быть не может потому что хитрые черви которые не хотят работать они бы данным давно сделали а тут все деньги которые вы несете они все забирают все им прибыль все что не принесли все им прибыль я уверен по всем городам есть эти фирмы микрофинансовые организации но это как не выдает под 500 700 процентов годовых а принимает и прекрасно они существуют никаких не прокуратур не фсб в их офисах нету сейчас пока что потому что они те же самые бандиты которые сидят в администрация городов может быть те же самые чиновники администрации города организуют все эти фирмы просто я понимаю когда данным давно были ммм структуры люди подальше еще не было культуры потом десятки раз уже обманывали и сейчас вот бумажка прям свеженькая это лето 2017 года это позор что такое существует написано страховка какая то может быть но естественно я думаю страховка вам не поможет ужас вообще просто с людей уже и все отняли и кожу будут зирать конечно жалеть надо не всех подряд если я сейчас говорю людей обманывают те кто как-то старается бороться тех жалко а вот всяких там которые и так сойдет давайте умрем это отвратные люди предатели родины но такие конечно меня смотреть не будут если вы смотрите значит вы истинный патриот страны они бандитского государства слава нам пока пока пока